Дорогие коллеги, цель моего доклада рассмотреть возможность современной фитотерапии и определить место препарата РОВАТИНЕКС в медикаментозной терапии мочекаменной болезни. Итак, фитотерапия – метод лечения различных заболеваний, основанных на использовании лекарственных растений и комплексных препаратов из них. Долгое время фитотерапия была практически синонимом лекарственной терапии, фито препараты были безальтернативными. Однако с развитием химии большее распространение получили синтетические лекарственные средства, а сейчас вновь наблюдается рост интереса к фитотерапии. Рассмотрим основные преимущества фито препаратов. Это минимальное количество побочных действий и лекарственных взаимодействий, отсутствие риска дисбактериоза и суперинфекции в тех ситуациях, когда речь идет об антибактериальном эффекте препаратов, возможность длительного приема и многогранность эффекта. Практически все приведенные здесь особенности можно отнести к категории безопасности, которая и является основным преимуществом. Также отметим недостатки фито препаратов, и они довольно серьезные. Главная из них нестабильность химического состава. Отсюда следуют большие индивидуальные различия в фармакологических эффектах. Многие современные фитотерапевтические средства имеют недостаточную доказательную базу, что в условиях распространения доказательной медицины имеет принципиальное значение. Однако все эти недостатки в общем исправимы. Приоритетным направлением совершенствования современных фитотерапевтических средств является борьба с нестабильностью химического состава. Фирмы-производители фито препаратов прилагают максимальные усилия для стандартизации содержания действующих веществ в лекарственной форме. Так фирма Rovo Pharmaceuticals уже представляет свой препарат Rovo Tinex, предназначенный для комплексной терапии мочекайменной болезни, как аналог синтетического комбинированного, имеющего в своем составе 6 активных действующих веществ растительных терпенов. Все они находятся в строго определенном соотношении друг относительно друга, что позволяет добиться контролируемого и дозозависимого эффекта. Rovo Tinex обладает комплексным действием – антимикробным, спазмолитическим, диуретическим, противовоспалительным, а также усиливает почечный кровоток. Все это позволяет существенно повысить процент самостоятельно отошедших конкрементов мочеточника. Доказательная база препарата Rovo Tinex достаточно обширна. Общее число пациентов, включенных в исследование, в настоящее время приближается к 2000. Рассмотрим наиболее яркие результаты исследований. По данным двойного слепого рандомизированного исследования, проведенного в 2007 году, комплексная терапия, включающая Rovo Tinex, приводит к самостоятельному отхождению более 80% камней мочеточника. В контрольной группе при назначении базовой терапии процент достоверно ниже – 50%. В 2011 году в Институте урологии было проведено исследование эффективности Rovo Tinex у пациентов, перенесших дистанционную ротеролитетрипсию. Курс терапии составил 3 недели, на протяжении которых у 67% больных было отмечено полное отхождение фрагментов разрушенных камней. В контрольной группе лишь у 24% пациентов было отмечено полное освобождение мочевых путей от фрагментов разрушенных конкрементов. Благодаря выраженному спазмолитическому эффекту в группе пациентов, получавших Rovo Tinex, было отмечено достоверное снижение частоты почечных колек по сравнению с контрольной группой. Серьезную проблему представляет формирование каменных дорожек после дистанционной литетрипсии, что в ряде случаев вынуждает проводить повторные сеансы дистанционного, иногда и контактного разрушения камней. При локализации в нижней третьей мочиточнике на фоне приема Rovo Tinex самостоятельно отходит около 80% каменных дорожек. Сходные практически идентичные результаты представляет кафендра эдоскопической урологии Российской медицинской академии постдипломного образования. При назначении Rovo Tinex после контактной уротеролитотрепсии у 83% пациентов было отмечено полное отхождение всех фрагментов разрушенных камней, то есть резидуальных конкрементов не обнаружено. В контрольной группе лишь у половины пациентов такая картина наблюдалась. Как и многие другие растительные диуретики, Rovo Tinex обладает антисептическим действием. И этот эффект выражен сравнительно сильно. Конечно, фитопрепарат не может вызвать ремиссию хронического обструктивного пилонефрита в условиях неадекватной антибактериальной терапии. Однако, в случае адекватного выбора антибактериальных препаратов, включение в схему терапии препарата Rovo Tinex позволяет практически в полтора раза быстрее купировать обострение хронического обструктивного пилонефрита и достигать ремиссии. На слайде представлена динамика биохимических показателей крови и мочи на фоне трехнедельного курса Rovo Tinex. Достоверный возрос диурез, достоверно снизился относительной плотности мочи. Однако, реакции мочи и экскреции солей не претерпели достоверных изменений. Это и является основной особенностью, отличающей Rovo Tinex от других диуретиков, как синтетических, так и растительных. Благодаря практически полному отсутствию токсичности и побочных действий, Rovo Tinex применяется в детской урологической практике. В группе детей, перенесших длительное стентирование мочиточника по поводу гидронефротической трансформации, не было отмечено потерь функции стента по причине инкрустации солями. В контрольной группе 25% стентов пришлось удалить именно по этой причине. Подведем итог. Отметим место препарата Rovo Tinex в реальной урологической практике. Благодаря хорошей доказательной базе, Rovo Tinex целесообразно включать в формулярные перечни клиник, занимающихся дистанционной литотрепсией, а также оказывающих урологическую помощь детям, В комплексной терапии хронического обструктивного пилонефрита Rovo Tinex выступает в качестве диуретика, обладающего антисептическим действием, способным потенцировать эффекты антибактериальных препаратов и сокращать сроки достижения ремиссии. При необходимости длительного дренирования мочевых путей, Rovo Tinex целесообразно включать в схему терапии как препарат, препятствующий инкрустации дренажей солями. Препарат назначается по одной капсуле 3 раза в сутки. После дистанционной литотрепсии доза может быть увеличена по 2 капсулы 3 раза в сутки. В детской урологической практике препарат разрешен детям с 6-летнего возраста, доза наоборот уменьшается по одной капсуле 2 раза в сутки. Благодарю за внимание.